Девушки отдыхают Продолжите кратенький анонс выпуска. Сегодня будет слишком много новостей от EA. Также расскажем и о Ubisoft, которые... ну, как обычно. Добавим немножечко про Starfield и Hogwarts Legacy, ну и не забудем поделиться новой информацией о Resident Evil 9. Начинаем же прямо с козырей, нечего тут тянуть. Пока хакерша импресс, судя по всему, уже взломала Resident Evil 4 ремейк, если верить свежей информации. На бразильском сайте Evil Hazard опубликовали инфу о продолжении серии. Девятая часть предположительно будет носить под заголовок Apocalypse, а ее логотип с традиционно стилизованными на сей раз под римскую девятку буквами вы можете прямо сейчас разглядывать на своих экранах. Согласно информации с того же сайта, в грядущем экшене нам снова дадут роль Криса Редфилда, известного по главным ролям в различных частях франшизы. В последней на данный момент части под названием Village персонаж также играет не самую последнюю роль. Из текста следует, что девятая часть станет для героя последней, однако гибель Оного в конце ждать не стоит, скорее всего арка персонажа просто подойдет к завершению. Игра ожидается с упором на одиночное прохождение, и в ней не будет мультиплеера или кооператива. Джилл Валентайн также зайдет на огонек, но ее персонаж не будет играбельным. А еще в игре не появятся многие другие знакомые игрокам персонажи саги, такие как Леон или Ада Вонг, но нам частично вернут зомби и добавят неких мифологических врагов в качестве противников. Место своего рода аналогу замка Леди Димитреску в проекте тоже найдется. Очевидно, что это будет одна из игровых локаций. Часть предоставленной информации удачно совпадает с той, что уже была представлена ранее инсайдером Даст Голем, однако имеет определенные дополнения и уточнения. Официальные представители в лице Капком на утечку никак не отреагировали, но вот верить этому всему нам уж очень бы хотелось. Хоррор о злоключениях французского солдата в пугающем бункере снова перенесли. Об этом сообщили представители студии разработчиков Frictional Games. По их словам, команда не успевает уложиться в срок и выпустить игру 23 мая, как планировалось, а заставлять сотрудников работать ночами не является для руководства приемлемым методом. Поэтому игра и задержится на две недели, и ее релиз теперь стоит ждать 6 июня. В тот же день, к слову, выходит Diablo 4. Дело, конечно, весьма рискованное, поэтому просто пожелаем удачи разработчикам. Прямиком в базе магазина Xbox была обнаружена дата выхода соулс-боевика Lords of the Fallen, то ли идейного продолжения, то ли ремейка одноименной игры 2014 года. Информацией поделился пользователь Twitter, занимающийся отслеживанием изменений в базе данных приставки, сообщив, что игру планируют выпустить 13 октября текущего года. Предположительно, тогда же релиз состоится на ПК с PS5. Стоит отметить, что сами разработчики из студии CI Games пока не делились официальной информацией о хотя бы приблизительной дате выхода игры, а потому найденная информация может быть не совсем точной, либо же может быть скорректирована. Напомню, что в Lords of the Fallen авторы обещают показать огромный мрачный мир в фэнтезийном сеттинге, а игрокам предлагается примерить портки отважного крестоносца с целью окончательного и бесповоротного свержения некоего бога-демона, коего кличут Адиром. Компания Electronic Arts, начиная с этого года, перестает выпускать свой популярный футбольный симулятор под привычным брендом FIFA. Издатель разорвал договор с Международной футбольной федерацией, сотрудничество с которой вел на протяжении 30 лет, а потому новая часть ежегодной серии получит название EA Sports Football Club. Несмотря на невозможность использовать старый добрый брендинг и знакомую символику, авторам удалось сохранить за собой право на использование большинства лицензий на футболистов и турниры, но о каких-либо других нововведениях пока что известно довольно мало. Как сообщает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, игру должны показать ближе к середине июля, а релиз, вероятно, стоит ожидать уже осенью, в период с августа по октябрь. Ожидается, что наряду с анонсирующим трейлером электроники поделятся множеством деталей и откроют предзаказы на игру. Издательство Focus Entertainment опубликовало свежий трейлер миссного ретро-шутера Warhammer 40 000 Bolt Gun, который, несмотря на очевидное отсутствие лоска ААА-блокбастеров, выглядит как что-то с чем-то. Шутер выходит в свет 23 мая на всех актуальных платформах. В нем мы должны будем вжиться в роль космодесантника, использующего всю свою огневую мощь в борьбе против еретиков и армии Хаоса. А завернуто все это великолепие в обертку пиксельного боевика в духе 90-х, с кровомясом, зашкаливающей брутальностью всего происходящего и разлетающимися в разные стороны ошметками врагов. Разработчики обещают большое разнообразие каноничного оружия, а также современный, несмотря на нарочитый ностальгический стиль, игровой процесс. Предзаказы, как водится, уже можно оформлять. Но вы помните, что я говорил насчет предзаказов? В последнее время игроки из России сталкиваются с рядом неприятных ограничений. В частности, это касается и отсутствия в свежих релизах русской локализации в каком-либо виде. Однако фанатов эксклюзивов от Sony данная проблема может и обойти стороной. Так, согласно инсайду портала Champion.com, полноценную русскую озвучку совершенно точно получит грядущий Marvel Spider-Man 2 от Insomniac, да и в целом японский издатель не собирается отказываться от перевода на русский основных тайтлов, находящихся на данный момент в разработке. Напомню, что вторая часть похождения Питера Паркера и Майлза Морализа, по слухам, выйдет уже этой осенью. Однако разработчики прям-таки не спешат делиться новой информацией об игре, вопреки просьбам нетерпеливых фанатов. Авторы призвали геймеров запастись этим самым терпением, заверив, что разработка движется очень хорошо. А на одном из последних стримов разработчиков, один из он их пребывал в несказанном восторге, отмечая, что игроков ждет без малого лучшая игра, которую в Insomniac когда-либо делали. Друзья, как вы помните, в пятницу вышла новая Зельда, и игроки и критики просто в восторге. А некоторые даже будут брать отпуска, чтобы пройти игру, ведь там нас ждет огромный интересный мир. А еще скоро лето и больше времени на игры. Нужно обновить свои девайсы, клаву, мышку, коврики, наушники и так далее. Но как же купить все это великолепие и при этом сэкономить? Все очень просто, нужно воспользоваться сервисом Мегабонус. Алиэкспресс, Эльдорадо, Мвидио, Сбермаркет и многие другие магазины доступны с кэшбэком на Мегабонус. Помимо этого, на главной странице вы сможете найти магазины с повышенным кэшбэком. К таким, например, относятся Авиасейлс и Яндекс.Путешествия. Чтобы активировать повышенный кэшбэк, вам нужно зайти на сайт Мегабонуса, выбрать интересующий вас магазин и активировать кэшбэк. Иииии... все, больше ничего не нужно. Сейчас как раз на Алиэкспресс идет распродажа в честь фестиваля драконов, так что успейте купить, пока распродажа не закончилась. Мегабонус дает самый крупный кэшбэк в интернете для Алиэкспресс. А еще в Мегабонус есть программа лояльности. И чем выше ваш уровень в этой программе, тем выше ваш кэшбэк. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране, и получайте повышенный кэшбэк. Промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Успевайте! Компания Ubisoft уже довольно продолжительное время на слуху отнюдь не благодаря интересным релизам или, как вариант, долгожданным анонсам. Те времена, кажется, давно уже в прошлом. Сегодня же новости касаемо Юбиков чаще всего касаются ее, прямо скажем, не самой стандартной корпоративной политики и разного рода мексиканских страстей внутри личного состава. Так, если верить инсайдеру Тому Хендерсону, студия вновь отложила релиз Assassin's Creed Mirage на несколько месяцев. Теперь игру планируют выпустить как минимум осенью, что не сильно и удивляет. По игре до сих пор не показано ни одного кадра геймплея или даже скриншота. Кроме того, релиз VR-проекта Nexus во вселенной Ассасина также был перенесен. Официальной информации о датах и причинах переносов не поступало, но в целом тенденция постоянных переносов, а то и перевод проектов в непонятную стадию разработки, стала уже некой фишкой французской компании. Помимо прочего, в корпорации произошла очередная волна сокращений, продиктованных, к слову, сомнительного рода причинами. Сообщается, что своих рабочих мест лишились порядка 60 человек из офисов Великобритании и США. По большей части, все они были сотрудниками отдела по работе с клиентами. На вопрос журналистов о причинах увольнения ответил представитель Ubisoft, аргументировав это тем, что студия, мол, желает сфокусировать усилия там, где они реально требуются. При этом уточнив, что в компании твердо намерены продолжать оказывать поддержку пользователям максимально качественно. Логика тут, эммм, интересная. Как в высших эшелонах корпоративного менеджмента видят улучшение работы с клиентами, сокращая при этом количество сотрудников отдела по работе с клиентами, загадка ни много ни мало уровня Жака Фреско. Но, пожалуй, когда речь заходит о Ubisoft, вопрос как-то сам собой отпадает. Думаю, вы понимаете, о чем мы. Коллектив студии Creative Assembly представил широкой общественности дорожную карту Total War Warhammer 3. Новая часть пошаговой стратегии вышла 17 февраля, однако оказалась недоступной для российской аудитории. А следом вышедшее дополнение к игре и вовсе не поддерживало русский язык. Его переводом занялись фанаты серии. Что касается плана по развитию игры, то он содержит контент на следующие 12 месяцев и включает в себя новые достижения и новых легендарных героев. Большое количество исправлений и улучшений, изменения в отдельно взятых фракциях, а также новые кампании и легендарные артефакты. Всего и не перечислить. Также на днях разработчики обновили игру до версии 3.0.1, что подразумевает значительное повышение производительности игры. Очередным завидным достижением вновь может похвастаться The Last of Us, часть 1. По данным портала Polygon, проект был включен во Всемирный зал славы видеоигр за выдающийся вклад в современную поп-культуру. Сей Всемирный зал был создан в 2015 году в Национальном музее игр The Strong с целью сохранения наследия культовых проектов. И приключения от Sony и студии Naughty Dog теперь официально можно назвать таковым. Игру выделили среди прочих, в том числе за наличие глубокой проработанной истории, захватывающих катсцены запоминающихся персонажей. К слову, среди этих самых прочих в числе вошедших в зал славы оказались проекты Wii Sports, Computer Space и Barbie Fashion Designer. Они оставили позади и таких конкурентов, как Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4 Modern Warfare, FIFA International Soco и Quake. Сама выставка откроет свои двери 30 июня, а проходить будет выше упомянута музея The Strong в Рочестере, что в штате Нью-Йорк. Фанаты хардкорных фэнтези-игр от From Software не перестают лелеять надежду видеть Bloodborne на персональных компьютерах. Студия о подобных намерениях так-то не заявляла, однако некие инсайды просачиваются из сторонних источников, а кое-какие порой оказываются чересчур вырваны из контекста. Так, в СМИ широко распространилась новость, касаемо информации от создателя God of War Дэвида Яффи. Тот якобы имеет уши в Sony и слышал, как студия уже подключила From Software, дабы подготовить что-то новое по Bloodborne. То ли ремастер игры, то ли заветную версию для ПК, точно непонятно. Однако же, как вскоре выяснилось, данная информация была высосана из пальца. Журналисты попросту трактовали сказанное так, как им хотелось. А господин Яффи уточнил, что просто слышал что-то от человека, который в свою очередь тоже что-то от кого-то слышал об игре. Но это вовсе ни о чем не говорит, и шум, по его мнению, был поднят буквально из ничего. А если бы он что-то и знал, то точно не сказал бы, потому как сливать подобные сведения – дел неблагодарное. Что ж, обратная сторона игровой журналистики, так сказать. Милости просим. Хайп вокруг сделки Microsoft и Activision Blizzard в ближайшее время, похоже, и не думает утихать. Так ситуацию не применул прокомментировать и глава Electronic Arts. По мнению Эндрю Уилсона, сделка между студиями и гигантами ровным счетом никак не повлияет на положение дел EA, каким бы исход ни оказался в конечном итоге. Даже если слияние пройдет успешно, компания все равно останется номером один и самым надежным партнером для Microsoft. Поэтому никакой беспокойности внутри EA нет и быть не может. Компании есть убеждение, что у них достаточно успешных брендов и талантливых разработчиков, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке видеоигр. Однако, несмотря на это, они также остаются открытыми для рассмотрения выгодных предложений касаемо слияния с другими студиями. Хмм, сдается нам, вы, господин Уилсон, тот еще хитрец. Игровое воплощение вселенной чародейства и волшебства Hogwarts Legacy получилось красочным и наполненным знакомыми локациями и деталями, что ожидаемо вызвало восторг у многочисленных поклонников книжной и кинофраншизы. Однако, как оказалось, в процессе разработки авторам Avalanche пришлось отказаться от массы не менее классных фишек в игре. Невозможно утверждать, связано ли это было со сроками разработки или же с невозможностью реализовать механики должным образом, но факт остается фактом. Так, некий блогер Grand Theft Diamonds отыскал в коде игры некоторые намеки на то, что было так или иначе хирургически вырезано из проекта. В игре изначально должна была присутствовать система репутации персонажа, наподобие той, что мы видели в RDR 2. Так, к примеру, нашлись упоминания штрафов за использование запрещенных заклинаний. Кстати, некоторые заклинания, надеюсь, правильно произнесу, не кидайтесь в меня камнями. Axio Maxima, Goamenti и Fintfire тоже, видимо, решили оставить до лучших времен. Кроме того, планировалось создание более глубоких механик, связанных со студенческими делами. Игрокам приходилось регулярно ходить на занятия и определять тип своего персонажа. Он мог быть клоуном, лентяем или же каким-нибудь саботажником. Из оставшегося блогер нашел в файлах игры упоминание возможности сплетничать, напиваться, воровать и задирать других учеников. Такое своего рода булли в мире волшебства. Но, вероятно, в ходе производства разработчики или издатели игры сочли все эти детали лишними. Во всяком случае, до релиза они не дошли. Существует ли гипотетическая возможность восстановить хотя бы частично то, что было нами упомянуто, к примеру, с помощью модов, не сообщается. Появилась новая информация касаемо горячо ожидаемой Starfield. Теперь доподлинно известно, что в игре будут внутриигровые покупки. Досконально, правда, не раскрывается, что именно имеется под этим в виду. Подробности нам, вероятно, расскажут уже 11 июня на выставке Starfield Direct. Однако, не стоит исключать, что мы можем ждать любимые микротранзакции. Но на данный момент мы знаем только то, что игрокам предложат масштабное платное дополнение. DLC поменьше и некий другой контент, в том числе даже бесплатный. Если же провести параллели с другими играми от беседки, это с большой долей вероятности может быть Creation Labs, творческая студия для загрузки любительского контента. Игра выходит уже 6 сентября, а совсем недавно ей был присвоен возрастной рейтинг M, который предполагает наличие сцен насилия, кровь и нецензурную лексику. Разработчики, утонувшие в ненависти Redfall, подтвердили начало работы над новой AAA-игрой. Провал многострадального проекта Arkane Austin нисколько не демотивировал авторов, недавно разместивших у себя свежие вакансии по поиску разработчиков на грядущий проект, который уже находится на начальной стадии продакшена. Что касается поддержки и того самого Redfall, в который кто-то таки хочет поиграть, но желательно с минимальным количеством багов, то к нему разработчики выпустили первое обновление, которое призвано поправить ряд критических проблем, и это только начало глобальной работы по починке игры. Также есть информация, что студия намерена добавить поддержку 60 кадров в секунду. Остается только запастись терпением, если кому-то из вас это, конечно, все еще зачем-то надо. Недавно был раскрыт свежий финансовый отчет студии EA, в котором компания поделилась планами на следующий год, а в частности играми, которые планируют выпустить вон. Если среди нас тут есть оптимист, ожидающий увидеть новую Dragon Age или же Mass Effect 4, то можете смело включать губозакаточную машинку. Никакой информации о новых проектах студии BioWare в документе разглядеть не удалось. Очевидно, потому что ее там и в помине нет. Зато стал известен период релиза Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth. Им станет первый квартал 24-го финансового года. Super Mega Baseball 4 – первый квартал 24-го финансового года. А также раскрыты аналогичные сроки выхода новой части F1, Immortals of Avium, Madden 24, ну и EA Sports FC туда же. Все это мы, конечно, с нетерпением ожидаем. Как говорится в старом меме, очень интересно. Однако привлекает внимание даже не это, а некие два неанонсированных проекта. Маловероятно, что упомянутая нами студия BioWare к этому как-то причастна. По Mass Effect 4 не было вообще никакой маломальски подробной информации, кроме дебютного тизера. Что уж говорить о столь скором релизе. Касаемо же Dragon Age Dreadwolf, то тут сами EA не так давно упоминали, что авторам нужно больше времени на доработку игры. И раньше апреля 24-го года ждать ее точно не стоит. Релиз же таинственных проектов намечен на начало следующего года. Предположительно, все же, что это будет еще одна игра от EA Sports, а также гонки под брендом WRC. Но давайте все-таки терпеливо дождемся официальной информации, дабы не гадать на кофейной гуще. Гениями, как известно, не рождаются. Но если и рождаются, то, вероятно, они их в нужный момент и снимут какой-никакой дофильм. Так случилось и с Хидео Кодзимой, всемирно признанным мастером и гением игровой индустрии. Ранее как-то и сам создатель Metal Gear и Death Stranding обмолвился о том, что его студия намерена снимать большое кино. Но вышло так, что гораздо раньше была выпущена картина о нем самом. Она получила название «Хидео Кодзима. Объединяй миры». Авторы произведения поставили цель погрузить зрителя в творческий мир культового разработчика, попутно показав процесс создания игр и приправив все это комментариями известных творческих лиц, среди которых постановщик Гильермо Дель Торо, актер Норман Ридус, певица Граймс и многие другие. Мировую примеру ленты приурочили к кинофестивалю Трайбека 17 мая. Там же будут вручать почетные награды видеоиграм, специально номинированным на премию Трайбека Геймс. Планируется также, что сразу по окончании торжественной части японский разработчик будет отвечать на разного рода вопросы в рамках Q&A. В сети появилась новая информация от Тома Хендерсона, авторитетного игрового инсайдера, который поспешил обрадовать всех поклонников серии Call of Duty. Новая часть популярного милитари-боевика должна появиться на прилавках уже в ноябре этого года. Не сказать, чтобы данная информация вызывала у кого-то искреннее удивление, но грядущая глава нескончаемой военной эпопеи от Activision будет называться Modern Warfare 3. А дабы поразить еще пуще прежнего, Хендерсон уточнил, что в игре ожидается сюжетная кампания, мультиплеер и зомби-режим. Эм, ну, в общем, да. К слову, первая бета грядущей части ожидается 6 октября, а полноценный релиз намечен, как мы уже сказали, в ноябре, а если быть точнее, то 10 числа. Разработкой шутера занимается внутренняя студия Activision Sledgehammer Games, а сюжет прямо продолжит историю предыдущей номерной части, которая, напомню, содержала жирный намек на продолжение. Кто бы мог подумать, что так оно и случится. У культовой ролевой серии в Empire The Masquerade судьба такая, что едва ли позавидуешь. Оригинальный Bloodlines в свое время хоть и стал широко любимым игроками, но утонул в багах, собрав следом за собой обанкротившихся разработчиков. А многострадальный сиквел так и вовсе пребывал в непонятном состоянии вплоть до своей, казалось бы, неминуемой заморозки и распуска разработчиков во своясе. Издатель оказался недоволен прототипом игры, хоть предзаказы уже и были открыты. Классика, ничего не скажешь. В итоге игру отдали неизвестно кому, а статус ее не ясен и по сей день. А вот оригинальные разработчики из HeartSeat Labs, похоже, что нашли и постоянное пристанище. Стало известно о ее покупке Keywords Studios. Сообщается, что в планах новых владельцев сохранить весь штат сотрудников и руководства. А вот над чем будут трудиться бывшие авторы Bloodlines 2, пока не раскрывается. Известно лишь, что студия Keywords, как правило, занимается разнообразными услугами на аутсорсе, то есть направлена на помощь с разработкой, тестированием, локализацией или маркетингом сторонним компаниям-разработчикам. Уже в сентябре этого года ожидается релиз файтинга Mortal Kombat 1. Грядущая часть популярной серии файтингов от студии NetherRealm, которая станет перезапуском всей серии, по этой причине нет ожидаемой цифры 13 в названии. Свежая информация о проекте поделился портал Windows Central, для пущей верности ссылаясь на надежные источники. Для начала редакция подтвердила название игры, содержащая цифру 1. Подтвердили ценник в 70 баксов и целевые платформы, среди которых ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Тем самым журналисты подтвердили недавние утечки, просочившиеся в сеть. К слову, игры будет еще два более дорогих издания, расширенное и премиальное, за 110 и 250 долларов соответственно. Издатель и разработчик твердо намерены выпустить файтинг уже в сентябре этого года, однако уточняется, что планы могут и поменяться в процессе. Интересным стало еще и то, что помимо известных и всеми любимых персонажей вроде Скорпиона или Саб-Зиро, нам дадут поколошматить оппонентов еще и замиротворца из вселенной комиксов DC и Хоумлендера, известного по сериалу пацаны. Этих крутанов добавят уже в дополнение к игре. И завершаем сегодняшний выпуск вашей любимой рубрикой «Цирк с конями». Все по традиции, так сказать. Пожилая геймерша стала жертвой бессовестного мошенничества в мобильной игре. Ну, точнее как, сама-то игра никого формально не обманула, и это сделала реклама, встроенная в нее. Часто бывает так, что взамен на просмотр Оной подобные игры предлагают различные бонусы. Всего-то и делов перейти по какой-то там ссылке, что может быть ненапряжней. Так, вероятно, подумала и 81-летняя геймерша, которая реклама в мобильном проекте блок Puzzle Guardian предложила инвестировать в, представьте себе, целый «Газпром». А кому сейчас не хочется пассивного дохода? Сидишь ты, значит, дома, а деньги как-то сами текут рекой. Да еще и названия все знакомы, тут уж точно сам бог велел перейти. После того, как Ольга Васильевна прошла нехитрую регистрацию на сайте некой инвестиционной компании, где оставила телефон для обратной связи, С ней незамедлительно оперативно связались, и девушка с приятным голосом любезно рассказала, как лучше инвестировать пенсионные средства с максимальной выгодой. Да еще и чтоб процент был впечатляющий. Аккурат после убедительной речи пенсионерка сообщила реквизиты банковской карты и код из СМС. А немногим позже с этой самой картой чудесным образом пропали 80 тысяч рублей. Тут Ольге Васильевне стало очевидно, что пассивного дохода не видать. Да, какой-то грустный у нас нынче получился цирк. Ну а вы, друзья, передайте эту информацию своим пожилым родственникам и близким. Будем надеяться, что с ними такого не произойдет. И на этом у нас пока что все. Обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам новостной выпуск. А также не забывайте следить за регулярными обновлениями, ставить солидарный лайк или антисолидарный дизлайк, ну и репостить видео у себя в соцсети, или же делиться им с друзьями персонально. Уже скоро будут новые видео. А пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.